А теперь о событиях дня подробнее. Напала с ножом на собственного сына. В таком преступлении подозревают 30-летнюю иркутянку. Сообщение о пострадавшем ребенке поступило из городской детской больницы. Подозрение полицейских сразу пало на молодую мать ребенка. Выяснилось, что между женщиной и ее сыном произошел конфликт. Но причину его возникновения подозреваемый не помнит. По данным следствия, мать двоих детей раньше уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. В частности, по причине злоупотребления спиртным и проблем с воспитанием детей пострадавшего мальчика, благодаря своим временному вмешательству врачей, удалось спасти. Ребенок был доставлен вчера утром в тяжелом состоянии в отделении реанимации с клиникой ножевого проникающего ранения грудной клетки. Ребенку был прооперирован в настоящее период времени. Состояние ребенка средней степени тяжести и его жизни и здоровье ничего не угрожает. Какой-либо дополнительной помощи ребенку в настоящее период времени не требуется. В течение 10 дней ребенок пойдет на поправку. Между тем, подозреваемая мать ребенка сейчас под следствием. Ей грозит тюремный срок. Допрос, на котором женщина объясняла, что же произошло в тот вечер, длился почти 5 часов. И сейчас вы сможете увидеть небольшой фрагмент ее рассказа. Расскажите подробности, что вы в этот день делали, что произошло между вами. Мы выпивали, сидели дома. Он пришел с улицы. Стоял спиной ко мне. Я ни с чего не помню, как я схватила ножик и сзади ему обочину кнула. Спуталась и нож выкинул. Вы в алкогольном опьянении, да, сильном находились? С кем пили? Я? Мама моя. Знакомая. Ну как вы оцениваете свой поступок? Почему сделали так? Что на вас нашло? Не знаю. Перепланы не хотела. Сожалеете о содеянном? Да, сожалею. Сейчас женщину отпустили. Она находится под подпиской о невыезде. Ее второго ребенка, 7-летнюю дочь, забрали из семьи. Девочка будет находиться в социально-реабилитационном центре до тех пор, пока не решится вопрос, лишать ее мать родительских прав или же нет. Семья с марта этого года состоит на учете в полиции как неблагополучная. Семья проверялась по месту жительства. От соседей поступали жалобы, что распевает и так далее. Но при проверках, проверки проводятся, как правило, неожиданно, без предупреждения. При проверках данные факты не находили своего подтверждения. Но при посещениях замечания высказывались маме, что дома не убрано, необходимо поддерживать санитарное состояние в квартире надлежащее, так как дети маленькие все-таки. Продукты питания всегда были в наличии, одежда всегда чистая. По месту учебы характеристика на старшего ребенка, потерпевшего, буквально в сентябре запрашивалась характеристика. Характеристика была хорошая, как и в отношении ребенка, так и в отношении мамы.